Душнило. Так, а это что вы мне тут скинули? Ритп Путина и Карлсона? Серьезно, кто-то до сих пор делает эти ритпы? Я сейчас вам расскажу очень интересную историю. Вы не против? Плейс. В прошлом году Привожин и его приспешники выбросили в помойку все наши договоренности. Они совершили нападение на Москву. Как это понимать? Ему было сказано, что если его самолеты полетят через территорию России, они будут сбиваться. Никто не послушал. Никто не послушал. В конечном итоге Привожин прекратил свое существование. Печально, потому что умный был дед. Я позволю себе 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Когда началась Вторая мировая война, в начале 19 века правонук Богдана Хмельницкого отстранил от власти двух братьев. Рюрика и Сталина. Все это привело к тому, что в 1654 году австрийский генеральный штаб начал развал Советского Союза. Все документы у нас в архивах есть. А вот перед Первой мировой войной князь Владимир на машине поехал просто в путешествие в Варшаву. Поэтому Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Чтобы вы думали, что я что-то придумал, Дима. Дай-ка. Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет, нет, нет. Все-таки вот я вам их оставлю на добрую память. Окей, а где ритм? По ощущениям, как будто и правда не вошедшая. Кстати говоря, советую подписаться на канал NoFake. Все видео посмотрел. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Янукович, Виктор Янукович. Что это за человек? Все время растет, растет. Живот сальный. Хрен колоссальный. Как солнце встает. И темпы растут. Помешать невозможно. Что это за человек? И человек ли это? Вы знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее. Скажу. Свой хрен туда-сюда, туда-сюда. Он этим именно и занимался. И все доказано. Ведь его взяли с поличной. Было много субстанций. Вот здесь вот. Рядыш, в соседнем помещении. Видишь же видеозапись. Вот интересное кино. Отвлекусь. Это личная история. Я стал президентом в 2000 году. И принял власть князя. На законодательном уровне. Позже с помощью силовых акций ликвидировал оппозицию. Что касается российского населения. На выборах послушно голосуют. Даже если им чего-то не нравится. Потому что я вот выделил уже чип в мозг русского народа. За счет этого я победил на выборах с огромным преимуществом. В этом году. Мне тоже хотелось бы. Примерно 80% вентиля под крупным. Будет 80%. О, воп. А еще меня в накрутке обвиняют. А вы вот посмотрите, что у вас президент делает. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Нужно закручивать. Или что-то еще. Тоже 80%. У меня тоже 80% накручено. Спасибо большое. Все? А что так мало?